Иии так, ну что ж, Ария Ру на роту микрофона Маму Ру, и это великолепное прохождение невероятного и прекрасного хардкорного Скайрима. Аргоша наш рад вернуться к приключениям, особенно если начинаются уже они с изменений. Немного поменялся визуальный интерфейс, а то если быть честным, 11-летний стандартный интерфейс порядком поднадоел. Ну а также я доработал механику уклонений, и теперь я ее могу успешно использовать с геймпадом. И вроде бы с окончательным списком модов я утвердился, хотелось бы на самом деле еще больше лорных модов установить, но они не все были успешно портированы на эту версию, поэтому играем с тем что есть. Первым делом я решаюсь отправиться в Ривервуд, в город, который я безумно люблю всем сердцем, а направляюсь я туда с целью начать основной квест, естественно чтобы не проходить, а с целью немного научиться тууму и облегчить себе жизнь в боевке. По пути мне встречаются камнехранители, где я активирую путь мага, который мне поможет качать магические перки. Самые сложные в прокачке, по моему мнению. А если учитывать, что данный знак мага еще и дает бонус к силе спилов, мой выбор становится еще чуть более осознанным. Добираюсь я до Хелгена. В сам Ривервуд я попаду, но чуть позже. А сейчас предначертанная встреча драконорожденного с Олдуином, разведка территории, чтение дневника чудом уцелевшего от огня и спасение беженца из пещеры, благодаря зелью исцеления, найденного в паре метрах от помирающего брата Бури. Ну а пока что у меня нет особого предпочтения в стороне конфликта гражданской войны, спас его потому что он мне просто больше симпатизирует, вот и все. Ну а Ралов, которого мы спасли, благодарит нас и пока пещеру не завалило окончательно, мы успешно делаем ноги. Ну а после бежим как раз в Ривервуд, где по словам новообретенного друга живет его сестра. По пути мы узнаем, что слухи о драконах уже коснулись всех персонажей, но пока это больше похоже на рассказы сумасшедшей старухи, чем на правду. А из разговора с сестрой спасенного брата Бури мы получаем совет, что все же новость о драконе нужно рассказать Ерлу Вайтрана, а не какой-то там деревенчине, что в принципе звучит даже более чем логично. Далее следует небольшой диалог, как мне очень все благодарны и что готовы ключи от хаты отдать, но сразу же об этом я забываю и бегу успешно Вайтран. По пути заглядываем в лавку Луана Валерия со всякой всячиной, чтобы немножко продать хлам, найденный во время путешествия, а также получить информацию о том, что у торговца недавно были воры, которые, как ни странно, украли только один предмет – золотой коготь, а деньги и драгоценности не тронули. Эту информацию мы запоминаем, потому что пригодится. Подбегая мы к Вайтрану, на удивление нас встречают стражники и сообщают нам о том, что проход закрыт. И делайте, что хотите, но мы не пустим. И даже несмотря на то, что я неоднократно ночевал в этом городе. Но пара слов красноречия убеждает охрану, что мы с важными новостями для Ерла, и нас все же пропускают. Вот мне чисто интересно, а как бы они поступили, если бы не было новостей, и мы просто бы хотели посетить Вайтран, они бы не пропустили? А если, допустим, я торговец какой-нибудь, или просто житель этого города, то было бы то же самое? Я не особо понимаю, в чем смысл вообще не пускания в город, но мы слишком отклонились от темы, поэтому мы продолжаем. Когда же мы сообщаем Ерлу о том, что дракон – это правда, и мы свидетели этого события, он советует нам все же обратиться к придворному магу. Якобы мы могли бы посодействовать ему в изучении драконий сущности. В свою очередь Фарингар, придворный маг, говорит нам, что ему зачем-то понадобился драконий камень из древних нордских руин. Ну что ж поделать, раз он нужен, ну и за ним и пойдем. По пути мы не забываем в Тайверну заглянуть, так сказать, последнюю ночь в комфорте провести, поскольку я чувствую, что впереди нас ожидает только Попа Боль. Путешествие я начинаю прямиком из Ривервуда, поскольку так банально ближе, и первое непосредственное препятствие на пути – это стая разбойников. Все сражение – ничто иное, как цирк, ведь все, что я делаю на самом деле – это бегаю, уклоняюсь и ищу возможность стрельнуть из лука. Попутно ожидаю, что огненный аторнах сможет принять на себя часть урона. И так, в принципе, поначалу будут происходить все сражения, а все из-за недостатка урона с нашей стороны и из-за перезбытка здоровья у вражин. С горем пополам я все же смог победить не самых сложных бандитов и даже прокачать пару уровней, но самое интересное еще впереди. Для меня не было секретом о звездеце, который должен меня ожидать на подходе в руины. А именно то, что это место очень полюбилось бандюганам, которые еще жестче, чем прошлые. А все потому, что сражение происходит на открытой местности, а каждая стрела ваншотает моего героя. А попасть в меня, даже если я дожжу каждую секунду, проще простого. Но на мое удивление, тактика Бей и Беги тут сработала как нельзя лучше. Сложности веселья заключалось в одном бандите, с которым мы устроили снайперскую дуэль, которая больше на самом деле была похожа на дуэль алканавтов. Но абьюз сохранений никто не отменял и даже самый жесткий бандит пал. Вход в ветреный пик, два жестких бандита и снова дуэль алканавтов. Спасает меня лишь факт того, что бандит агрится на Атронаха. И только в эти моменты я могу ему наносить дамаг. Было бы на самом деле гораздо проще, умея наш Довакин в скрытность. Но это немножко другая история. Продвигаемся по храму дальше, и я начинаю замечать странную нехватку стрел. И в полной мере начинаю осознавать всю тупость нашего положения. Но пути назад нет, и будем пытаться использовать все, что плохо лежит и далеко летит. Ну а следом невероятная по сложности головоломка. Я даже комментировать ничего не буду. Идем дальше. Помню эту дверь, и как много веселья было за ней в предыдущих прохождениях, особенно при самом первом прохождении. И сразу же я готовлюсь к самому худшему, и готовлюсь к встрече с гигантским пауком. Но что-то пошло явно не по плану, и он отлетел за пару выстрелов. Я был очень удивлен и рад, и видимо эти пауки испытывают очень большую слабость к стрелам. Следом нас встречает какой-то мужчинка привязанной паутиной, и он нам как раз преграждает проход. По общению с ним и по его вранью мы можем понять, что он на нас клал с высокой колокольни, и именно он украл коготь у торговца. А так как он кроме как в позерство не могет, мы его освобождаем и келяем сразу же. А уже из трупа забираем себе коготь, потому что пригодится. Ну а дальше идут драугры. Но я так много раз проходил эту пещеру, что выучил ее практически наизусть. И сложность лишь тут заключается в драуграх-военачальниках, которые имеют высокий уровень прочности, здоровья и силушки. Но щепотка хитрости никогда не бывает лишней. Ну а где щепотка не помогает, помогает деле невероятного везения. Его рецепт таков. Используем литр удачи на пол-литра быстрых сохранений, на щепотку огненных отронахов, а легкой атлетики и стрельбы из лука добавить по вкусу. А на самом деле было бы гораздо легче, если бы в один момент мне не выбили лук из рук, и он бы не провалился под текстуры. Тем самым вынудив меня использовать древний нордский лук, подобранный упавшего драугра. До поры до времени. Ну а пока я бегаю по пещерам, самое ценное то, что я получаю, это опыт. Очки за уровни которого я вкладываю во все, что может мне быть полезно. От красноречия до умения использовать заклинания. Ну а то, что выпадает не супер-пупер и драугров, эбонитовые вещи на очень много золота, я, пожалуй, промолчу. Кстати, тут же я и заимел себе эбонитовый лук, который еще буду долго использовать. А вот та самая головоломка на 100 плюс IQ, коготь, символы, снова без комментариев. Ну а следом идет первое слово безжалостной силы. И мини-босс, который после всех побежденных драугров кажется излишне пустячковым. С трупа драугра я лутаю квестовый камень. В сундучке я также нахожу много плюшек и полезностей. И наконец-то выход из пещеры. А между прочим, уже у нас седьмой уровень. Самое главное, что стрельба у нас вкачана на 30 плюс уровней. Что позволило мне, в принципе, вкачать перк на прицеливание. И теперь вероятность попаданий будет гораздо больше. Еще бы на самом деле замедление вкачать. Ну а после путешествия в Ривервуд, в которой мы пребываем ночью, все магазины закрыты. И чтобы коготь отдать законному владельцу, нужно разбить палатку и вздремнуть. На утро мы отдаем коготь владельцу. Получаем заслуженную благодарность и бежим вайтран к квестодателю. Отдаем ему драконий камень веролона, отжатый у драугра. И пока не обращаем никакого внимания на дельфину, встреченную у Фарингера. И делаем вид, что не знаем, что она работала в трактире, в котором мы недавно ночевали. И только мы хотели отдохнуть, как бам, экспозиция, неожиданный поворот. И приходит весть, что на башню напал целый дракон. И нас посылают разобраться, что с ним да как. Добежав до башни, мы наблюдаем разрушенную картину. Все полыхает, все горит и все разрушено. И летает именной говорящий дракон. Я пытаюсь с ним сражаться, но на самом деле его ваншоты очень сильно бесят, если честно. Поэтому его побеждают стражники, а я просто где-то бегаю на фоне и пытаюсь чуть-чуть хотя бы дамагарова наносить. И тут неожиданный поворот, и мы смогли поглотить душу поверженного дракона, немножко попутно собирая у него шкуру и чешую. И все потому, что Аргоша на самом деле, как оказывается, драконорожденный. Правда, неожиданно. И может поглощать души драконов, чтобы вкладывать их в свой туум. То есть крик. А потом кричать направо и налево. Например, сейчас по скрипту мы вложили душу дракона в первое слово безжалостной силы. Благодаря чему мы можем теперь использовать крик ФУЗ! Направо и налево. После убийства дракона мы бежим к Ярлу, чтобы сообщить о новостях. Но тут по пути нас призывают к себе седобородые. Да так, что даже у границ Вайтрана мы слышим их зов с самого высокого Хродгара. И их зов, и сами седобородые на самом деле и были мне нужны. Больше всего в этом квесте. О чем я расскажу, думаю, уже в следующей серии. А пока мы говорим с Ярлом, он все же нам советует сходить к ним. На что я, естественно, соглашаюсь. Но факт наличия большого веса вещей и отсутствия места для их хранения мешает нам отправиться к ним незамедлительно. Ну а следом я просто бегаю по разным торговцам, пытаюсь им впарить все то, что мне не нужно, а им и тем более. Но деньги зарабатывать как-то я должен, поэтому это единственный вариант. И как только я закончил раздавать все то, что я нашел в ветреном пике, я решаюсь посетить Винтерхолд. Коллегию магов, которая раздает койко-место всем, то хоть маломальски умеет в колдовство. Проходим небольшой экзамен, выслушиваем долгую экскурсию, получаем койко-место, сундук для хранения и потихоньку заканчиваем эту серию. Чем дальше, тем сложнее, тем еще интереснее. А пока на этом все. Всем спасибо, что смотрели, у микрофона был, как всегда, ваш покорный слуга Мамору, и еще услышимся.